Работая, вы не заработаете деньги. На этих двух стульях сидеть одновременно нельзя. Я не рекомендую. Я такой человек, я очень трудоголик, и это иногда проблема. Я создаю проблемы, которые не нужны были, и не надо было делать на самом деле. То в основном там бизнесмены, а не инвесторы. Теперь я буду сидеть, буду ждать везения, когда везение придет. Потому что он говорит, ну зачем, мне хватит. То есть он достиг своего определенного уровня. Поверьте, это несколько миллионов, десятка, несколько миллионов долларов потери, либо пробретения. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели, уважаемые наши зрители. Долгое время я искал людей, с которыми можно брать интервью, которые люди практики, которые помогут нам и подсказывают следующие шаги, как привести, можно сказать, на новый уровень, свой бизнес привести, и свою эффективность поднимать и так далее. И я долго смотрел за разные ролики, интервью уважаемого Маргулана Сацинбаева, и я его читаю своим наставникам. Поэтому вот сегодня наконец-то получилось с ним встретиться, и мы его пригласили на это интервью. Добро пожаловать в наше интервью, уважаемый Маргулан Сацинбаев. Я очень рад, что вы нашли время, пришли на эту встречу. Я думаю, что это интервью будет полезным очень многим людям. Почему? Потому что во многом те люди, которые читают мои книги, аудиторы, которые у меня есть, они, потому что наша философия в чем-то похожа. Я сын пастуха, родился, вырос, 10 ребенком, все лев в кашляке, а вы в каком-то интервью сказали, что я сам пас баранов и так далее, и так далее, через это прошел и так далее. И потом я несколько раз был банкротом, через это все прошел, это все бандиты, река теории, это все долги, унижения и так далее. Ну, не в таком объеме, как у вас, миллиарды, но на том этапе моей жизни, это было очень-очень сложно. Когда нет дохода, когда нет денег, когда ты один и тебе никуда пойти, ни к кому обращаться, несколько миллионов долларов – это большие долги. Когда нет дохода, это очень много. А у вас со всем ситуация еще глубже, когда там несколько миллиардов и так далее. Поэтому вот добро пожаловать. Я думаю, что от этого интервью будет очень много полезности. Спасибо большое. Спасибо, Сайд Мурад, за такой лестный отзыв, за такое представление. Я очень рад познакомиться лично и вот сегодня присутствовать в этой студии. Спасибо. Я несколько вопросов написал сам, и несколько вопросов даже у меня с группой индивидуальные ученики. Я им написал, сказали, у меня сегодня будет интервью. Они написали, и хочу несколько вопросов задавать вам. Цель – это интервью, чтобы большее количество людей, особенно малосредним бизнесу, помогли прийти на новый уровень, сохранить бизнес в период кризиса, не потерять и выбраться из этого. Цель основном на это направлена. Первый вопрос такой. Есть категория людей, которые занимаются бизнесом без образования, но почему-то у них хорошо получается, у некоторых есть такая категория людей, которые, можно сказать, специальное образование имеет, возможно, они даже учились в вузах или MBA или там даже ходят на тренингах и так далее, но не всегда у них получается. Вот как вы думаете, с чем это связано? Ну, это связано с несколькими факторами. Прежде всего, нужно четко понимать, и я везде об этом говорю, что для того, чтобы создать крупный успешный бизнес, ум – это необязательно. Но я заметил такую вещь. Все успешные люди, они энергичные. То есть энергия – обязательно. То есть первое разделение – это для того, чтобы быть успешным, нужен не ум, а энергия, прежде всего. Это первый момент. Второй момент – та ошибка, которую совершает, наверное, 99% предпринимателей, к сожалению, заключается в том, что все думают, что для того, чтобы добиться успеха, нужно поставить цель и работать. Я говорю, это ошибка, потому что не всегда для того, чтобы достигать своих целей, нужно работать. Я бы даже больше сказал, если вы хотите быть эффективными, то вы не должны всегда работать. Однажды я вам приведу пример. Консультанты, японские консультанты по кайзин-технологии приехали на российский завод. Ну, и директор завода российского начал показывать завод. Они проходят, и в каждом цехе все работают. Все работают, усиленно работают. И директор хвастается, этот цех, говорит, 100% план выполнил. Тот цех 120% выполнил, тот план выполнил на 130%. В конце, когда он гордый спросил у японцев, насколько они эффективны, японцы сказали, вы совсем неэффективны. Он тогда спросил, почему японцы сказали, потому что у вас все время работают. Времени тут думают. Вопрос даже не в этом. Смотрите, у меня есть концепция движения, которую я сформулировал, когда принимаем много IT-стартаперов, и они везде мне презентуют план, как они там всех порвут конкурентов, как они все сделают и так далее. И я им говорю, ребята, у вас основная кардинальная ошибка в том, что вы планируете только свои действия. Но вы же живете не в вакууме. Вы живете в этом мире. А этот мир динамичный. Поэтому в этом мире я создал концепцию такого движения. Когда вы в этом мире присутствуете, неважно, вы действуете или бездействуете, ну, даже сидите, когда вы занимаете что-то место, вы давите на кресло и так далее, вы оказываете на этот мир воздействие. Оказывая на этот мир воздействие, вы вызываете три силы. Первое – противодействие. Кто-то всегда сопротивляется вашим действиям. Второе – содействие. Кто-то всегда поддерживает ваши действия. И третье – взаимодействие. Кто-то все время наблюдает. И вы можете стать либо противодействием, либо содействием. Поэтому вы должны четко понимать, когда вы ставите цель, не всегда вы должны идти к цели. Иногда бывает, что цель к вам идет. Или иногда бывает так, что силы несут вас к цели. Приведу пример. Если вы на реке сели на лодку и поставили цель, и если вы выбрали правильное течение, то вы можете веслами не работать. Само видео от вас. Вы будете плыть к цели. Другой вариант. Та же река. Если цель, течение правильное, и течение в твою сторону, то цель к тебе плывет, а ты сидишь на берегу и ничего не делаешь. Третий пример. Когда вам дует ветер, глупо грести, попутный ветер глупо грести веслами, вместо того, чтобы ставить парус. Эффективнее поставить парус и ничего не делать, чем целый день 24 на 7 грести веслами. Поэтому я всегда говорю, для того, чтобы добиваться каких-то целей и стать успешным, не всегда надо работать. Надо знать, когда работать, а когда не работать. Вот это ключевое и важное. Потому что люди выгорают, устают, потому что они 24 на 7 работают и думают, чем больше работает, тем больше шансов на успех. Абсолютно это несвязанные вещи. Более того, я говорю, привожу русскую народную пословицу, которая гласит так. Трудом праведным не наживешь палат каменных. То есть, значит, работая, вы не заработаете деньги. В исламе есть такое. Когда вы работаете, конечно, ваш труд всегда будет учтен Аллахом. Вы заработаете себе на хлеб. Но вы не заработаете на хлеб с маслом, с икрой, с домом, с мерседесом и так далее. Аллах вознаграждает и дает баррека только в двух случаях. Первое – это когда вы берете на себя риск. И второе – это когда вы проявляете терпение. А что такое терпение? В двух случаях терпение ждать и терпение переносить невзгоды. Поэтому не всегда надо работать. И более того, для того, чтобы быть эффективным, запомните, надо приближаться к цели. Но работать или не работать – это не обязательно. Это зависит от ситуации, как… Зависит от ситуации. Зависит от ситуации. Более того, надо всегда смотреть. Если попутный ветер, наоборот, надо отдыхать и ждать. Ждать вырастать. Ждать. Терпеть, терпеть. Сабр – ждать. Да, да. Вот где-то в одном я прочитал, что мало это есть много, когда ты делишь правильные вещи. Да. Чем делать многое и запутаться. Иногда, иногда я такой человек, кстати. Вот, как вы говорите, я такой человек, я очень трудоголик, и это иногда проблема. Я создаю проблемы, которые не нужны были, и не надо было делать на самом деле. Где-то, наверное, я увеличиваю количество попиток и действий не там. Иногда бывает такое. Такие ошибки я совершаю, это ошибки, наверное. А потом итоги, но это все, можно сказать, помогает, накапливает. Любая ошибка же, все равно постепенно-постепенно накапливает опыт и какой-то там фундамент создает. Потом дальнейший, что обед, неделя и так далее. Здесь еще один важный момент. Смотрите, когда вы работаете, вы можете работать только в одном направлении. Да. А когда вы не работаете, вы можете сразу в нескольких направлениях. То есть, когда я сижу в лодке и грибу веслами, я могу управлять только одной лодкой. Соответственно, моя эффективность низкая. А когда я не грибу веслами, я могу поставить паруса на 10 лодок и оно само идет. Вот так вот я управляю большим количеством бизнесов. То есть, я не везде в гвездном грибу. Поставил паруса, везде и ветер несет. То есть, и это основное отличие, когда люди становятся реально крупными и миллиардерами. Дело в том, чтобы стать миллиардером, прежде всего, нужно поймать удачу. Это связано с везением, не с трудом. Миллиардеры, это потом, когда становятся миллиардерами, всем говорят, что они работали по 16 часов в день, что они не спали. Это миф, который они придумают потом, после того, как стали миллиардерами. Потому что трудно же объяснить простому человеку, как он без труда стал миллиардером. На самом деле, все они в основном заработали на росте и капитализации своих компаний. То есть, они нашли компанию или сидели в компании, стоимость которой росла. То есть, не за счет операционной прибыли. Стоимость росла. Так вот, это и есть попутный ветер, когда стоимость растет, ты ничего не делаешь, а стоимость растет. Да, да, это так и действительно так и есть. Вот в одном своем интервью, похоже, вatorio ответили, сказали, что на самом деле действительно многие богатые и успешные, которые вы видели, они не сказали, что они много работают или не сказали, что они там супер-пупер умные ребята и так далее. А вот скажите, пожалуйста, не будет ли это противоречить теория, о которой мы говорим везде и в данный момент везде, что все-таки учись, работай над собой, чтобы действительно развиваться. Потому что изменяя себя, ты изменишь свой бизнес, развиваешься. Твой бизнес не будет больше твоего уровня понимания. Не будет ли это противоречить, что человек, который сличит нас сейчас с вами, он будет думать, ох, теперь я буду сидеть, ждать везение, когда везение придет. Или все-таки работая над собой, те люди, которые, например, то, что вы сейчас сказали, вот видели эту точку роста капитализации, те люди, которые правильное направление выбрали. Или, может быть, они работая над собой многие годы, они были готовы к этому везению? Нет, смотрите, большая часть миллиардеров, я бы сказал, 90, может быть, 5%. Они случайно оказались на том месте, который растет. То есть, экономика растет, какие-то отрасли растет, а он оказался здесь хозяином этого предприятия. Этот оказался здесь, этот оказался здесь. Смотрите, вся жизнь заключается в том, что везение поймать сложно, и это больше вопрос случайностей. Но в чем заключается, чем мы вообще должны заниматься? Я бизнесменам в основном тоже говорю. Вот все бизнесмены гоняются за маржой, за размером прибыли. А я говорю, гоняться надо не за размером прибыли, а за вероятностью ее получения. Условно, я предпочту заработать условно 10 тысяч долларов с вероятностью 99%, чем заработать миллион с вероятностью 5%. Шансы, когда меньше, скажем так, а шансы вероятности 99%. Более ты уверен, что 100% ближе будет. С вероятностью 99% заработать 10 тысяч, это гарантированно, это не убыток, это гарантированно прибыль. А там с вероятностью 5% от миллиона, да, это кажется, там, миллион большой, но все равно не то. Здесь вопрос в чем еще, очень важный момент. Когда вы работаете над собой и занимаетесь самосовершенствованием, вы увеличиваете вероятность нахождения точек роста. Вот, вот она. Значит, готовите себя к этому. Да, потому что вот здесь мы приходим, у меня есть еще такое высказывание. Успех – это когда возможность встречается с подготовленностью в условиях высокой мотивации. Вот три вещи. Возможность, подготовленность, но причем они все взаимоусиливаются. Смотрите, чем выше ваша подготовленность, это как дорога в гору, тем больше возможностей вы видите, тем больше возможностей вы можете использовать. И вот вы в гору поднимаетесь, на вершине горы у вас открывается вообще большой простор, а у подножия горы маленький простор. Вот когда вы занимаетесь саморазвитием, вы поднимаетесь в гору, и у вас больше и больше возможностей открывается. Вы готовите себя, и еще три составляющие, и мотивация. Мотивация очень важна, потому что, когда человек поднимается в гору, на каком-то моменте он останавливается и говорит, мне хватит. И вот он хоть видит возможности, и он подготовлен, но их не использует, потому что он говорит, ну зачем, мне хватит. То есть он достиг своего определенного уровня. Поэтому мотивация здесь очень важна. Еще очень большая ошибка большинства предпринимателей, особенно молодых, заключается в том, что когда им нужно делать бизнес или заработать деньги, первое, что они начинают делать, они начинают бегать в поисках новых возможностей. А я говорю, ребята, возможности – это как река. Каждый день приходит огромное количество возможностей, всем людям одинаково. Просто какие-то люди не видят этих возможностей, какие-то люди видят эти возможности, но не могут использовать, потому что у них нет ресурсов, у них нет знакомых, у них нет финансов, у них нет знаний, как эти возможности могут быть. Либо команды нет. Команды нет и так далее. Поэтому возможности каждый день приходят, надо заниматься не поиском возможностей, надо заниматься своей подготовленностью. А когда ваша подготовленность будет расти, возможности автоматически будут в вашей жизни увеличиваться. Как хорошо сказать. Автоматически. То есть их не надо бегать за ними, бегать и искать. Они каждый день приходят, уходят, приходят, уходят, и это бесконечный поток. И не надо искать там новые идеи и так далее, и так далее. Они все равно придут. Если ты готов, они придут. Это особенно заметно, когда ты инвестор. Дело в том, что когда ты бизнесмен, ты это не замечаешь. А когда инвестор, я, например, никуда не бегаю, я проекты не ищу, я только сижу и жду. Они сами придут. Они приходят. Скажите, пожалуйста, вот бизнесмен, инвестор – это разные. Разные люди, да? Вот, это действительно разные люди. Может быть один человек и бизнесменом, и инвестором? Или не стоит это делать? Ну, смотрите, это не столько разные люди, это разные стулья. Здесь работает такое правило. Точка сидения определяет точку зрения. То есть, смотрите, мы на этот стол смотрим, для меня этот стол – одна картинка. С вашей позиции этот стол имеет другую картинку. То есть, в зависимости от того, где ты сидишь. Так вот, если вы бизнесмен, то вы на вещи будете смотреть по-другому. Инвестор – по-другому. И таких противоречий, на самом деле, очень много. У меня есть целый список. Соответственно, на этих двух стульях сидеть одновременно нельзя. Я не рекомендую. Не рекомендую при условии, если вы хотите достичь больших результатов. Если вы хотите быть посредственным бизнесменом, либо посредственным инвестором, вы можете сидеть на двух стульях. Почему? И вопрос – когда определяется, когда нужно выбирать? Смотрите, да. Вы можете, обычно как? Бизнесмен зарабатывает деньги, растет, у него денег становится больше, бизнес становится больше. И он потом думает, мне надо диверсифицировать. Да. И он берет эти деньги, начинает инвестировать в другие отрасли. В результате, вся жизнь, на самом деле, она состоит из энергии. А энергия управляется вниманием. Бизнес, когда его растет, у него внимания на инвестиции не хватает, и инвестиции умирают. Они там потеряют. Да. Его там кидают, убытки и так далее. Таких бизнесменов я много встречал. Либо бывает, он уходит в инвестиции и начинает здесь работать, но тогда у него бизнес начинает загинаться. Вопрос во внимании. Если у вас маленький бизнес и маленькие инвестиции, у вас внимания хватает, вы можете параллельно вести. Но в какой-то момент вырастет либо бизнес, либо инвестиции, и вам нужно уже принять решение, на чем концентрировать внимание и от чего отказаться. Вот это момент, какие-то показатели есть, переходные моменты? Показатели, они не фиксированы. Опять-таки, зависит от эффективности человека. Чем эффективнее человек, тем больше он может параллельно работать. Просто в какой-то момент даже у эффективного человека внимания ограничено, уже не хватает. Ему все равно придется в конце принимать решение. Либо он бизнесмен, либо он инвестор. Выбрать одно. Да, потому что, смотрите, основная цель бизнесмена – заработать деньги, а основная цель инвестора – сохранить деньги. Это разные вещи. Это как, знаете, должности главного бухгалтера из-за всклада. Один человек может и главным бухгалтером быть, и завскладом, но в конечном итоге все плохо закончится, потому что это конфликтующие должности. Они друг друга должны контролировать. Друг друга, постоянный контроль должен быть. У вас сейчас несколько направлений. Сейчас несколько направлений. Вы, как сейчас структура у вас? Структура как холли, вертикальная или она горизонтальная? Я имею в виду, каждый бизнес один сам по себе, или она одна централизованная, можно сказать, команда, которая всех контролирует? Я не люблю централизацию, я не люблю вертикальные структуры. У меня все горизонтальная структура. То есть во всех компаниях, в которых я инвестирую, я не покупаю больше, чем 49%, никогда не покупаю контрольный пакет, не покупаю меньше 25%. В результате я портфельный инвестор, и я покупаю в той компании, в которой сильный основатель, либо сильный руководитель. Соответственно, мне не надо обучать его, как делать его бизнес. Он сам знает свой бизнес, ведь просто... Я ищу людей, которые любят то, чем занимаются, и потом инвестирую в них. И все. Таким образом, мне не нужно министерство или холдинг, который будет им говорить, что делать. Я пассивный акционер, я пассивный инвестор, у меня много проектов, в которых я проинвестировал, при этом у меня в офисе моем сидит только 4 человека. Сколько направлений сейчас у вас? В офлайн бизнеса, ну возьмем такой фонд, сельскохозяйственный фонд Asadel Partners, там у меня 7 проектов. Asadel Venture Holding, там у меня 6 проектов. И у меня сейчас, помимо этого, есть частный портфель, там 4 проекта, ну и в разных направлениях еще 11. Ну, 30 где-то. Ну, где-то 30, плюс-минус. Получается, что, вот вы сказали про сельское хозяйство, там какой-то фонд создали, и он разнонаправлен сельское хозяйство. Да, да. Правильно я понял? Да, да. То есть, получается, что вы по отраслям разделили их, и там есть... Я бы не столько по отраслям, дело в том, что, смотрите, я инвестировал, то, что касается, я называю сельское хозяйство, на самом деле не сельское хозяйство там. Это фонд больше, я называю, антикризисный фонд. Да, да. Потому что там есть школа ТАМОС, это крупнейшая образовательная школа, частная. Это и сады есть, и курица, и так далее. Это больше антикризисный. Второй фонд, это венчурный IT-фонд, он больше направлен как на возможность. Это как лотерейный билет, который я пытаюсь заработать основную прибыль там. И третье направление, сейчас я выхожу, это онлайн, куда я захожу, это онлайн обучение, образование и онлайн игры, построенные на блокчейне. Это следующий уровень, можно так сказать, лотерейных билетов. Понял. А вы сказали, что четыре человека у вас в центральном офисе. А это основном, какие кадры это четыре? Финансист и инвестер. Ну, у меня один администратор, который за все отвечает, ну, исполнитель-директор. Второй это юрист. Третий финансовый директор, четвертый бухгалтер, четыре человека. И они связываются с каждым бизнес-единицем стабильно? У нас построен таким образом, что мы управляем всеми проектами раз в квартал. Мы участвуем на заседании совета директоров каждой компании. Каждой компании. Я там присутствую, мы выслушиваем все. Вот один день посвящаем этому. Выслушиваем, что они сделали за квартал, что выполнили из прошлых поручений, как выполнили бюджет и так далее. Потом заслушаем планы на следующий квартал или на год вперед. Вот все выслушиваем и все. То есть у нас отчетность везде стандартизирована. Один стандарт? Один стандарт. Мы изначально прописали, что в каждой компании с какой статьи бухгалтерского учета они должны взять цифру, сюда вставить. Когда они вставляют эти, у меня отчетность генерируется. Почему? Для меня важно, чтобы все отчетности были одинаковые, независимо от отрасли. Потому что сравнивать нужно апельсины с апельсинами, яблоки с яблоками. Поэтому отчетность построена таким образом, что у меня в онлайне, я могу с любой точки мира, 24 на 7, видеть отчетность каждой компании. И отчетность построена таким образом, что там независимо от отрасли я вижу прибыльность, убыточность, проблемы, возможности, рост, выручка. Все важные показатели. Отлично. Для меня был, ребята, это очень-очень важный урок. Я этот вопрос сам задал, потому что, когда ты ведешь бизнес в разных направлениях, очень море проблем и так далее. Пожалуйста, внимательно послушайте каждое слово, потому что каждое слово стоит, поверьте, это несколько миллионов, десятка, несколько миллионов долларов потери либо приобретений. Это понимает тот, кто через это прошел. Это на самом деле так. Вот скажите, пожалуйста, вот какая стратегия к миллиарду, более она лучшая, более эффективная, например, несколько направлений выбрать или одну компанию усилить, сделать мировой? Например, как Сникерс мировой или как Кока-Кола мировой? Ну вот смотрите, есть два основных направления, на которые делать деньги. Бизнес и инвестиции. Проблема в том, что у инвестора цель сохранить деньги. Не столько заработать, сколько сохранить. Если вы посмотрите мировые самых богатых людей, то в основном там бизнесмены, а не инвесторы. В основном там бизнесмены, а не инвесторы, потому что у инвесторов цель сохранить. А бизнесмены, они газуют до последнего, до конца. И они, как правило, зарабатывают больше. То есть бизнесмены зарабатывают больше. Бизнесмены зарабатывают больше. Но проблема в чем заключается? Проблема заключается в том, что построить большой бизнес шансов меньше. То есть вероятность построить большой бизнес в одном направлении меньше, чем быть успешным во многих направлениях, как инвестор. То есть, когда ты инвестор, у тебя больше шансов заработать средненькую прибыль, 12-15% годовых, но зато с большей вероятностью. А в бизнесе ты можешь заработать сотни процентов, но с меньшей вероятностью. Но если ты заработаешь, ты быстрее станешь миллиардером. Поэтому нельзя сказать, что лучше. Что лучше, если ты инвестор и у тебя стартовый капитал большой, то по 10-15-20% годовых, вот Уоррен Баффетт исторически за всю свою карьеру делал 20% годовых. Все время усредненно. И он сейчас, вы знаете, как помню. А в бизнесе проблема в том, что там отгадать, отгадать, что будет более перспективным. Иначе всю жизнь потратишь и так и миллиардером не скаешь. Понял. Вот часто малому и среднему бизнесу в процессе развития им не хватает ресурсов. Очень часто. Часто они мне задают вопросы, брат кредит или брат партнера. А если брат партнера, то ли от прибыли и так далее. А тогда какого категория партнера брат? Что и потом завтра дума до бизнеса. Обычно иногда бывает партнера берешь, а потом на место тоже заниматься бизнесом, постоянно занимаешься, как объяснить партнеру. Иногда бывает такое. Это партнер тебе в каком-то момент деньгами может быть чуть-чуть усилит, но мешает в бизнесе потом, если неправильно выбрать партнера. Вот в этом какой совет дадите? Ну вот смотрите. Мне тоже много бизнесменов, особенно начинающих, жалуются на отсутствие ресурсов. Но никто не жалуется на отсутствие мозгов. Вот интересная вещь. Хотя основной ресурс это мозг. Я считаю, что если у вас нет четкого понимания бизнеса, то хоть сколько денег вам дай, вы их все равно профукаете. А если у человека есть четкое понимание, как делать деньги, как зарабатывать, то он из любых ресурсов может сделать деньги, богатство. Смотрите, у человека есть много ресурсов. Первое – это его знания, его энергия, его время, его связи, его способности, его друзья. Ну то есть если брать ресурсов, на самом деле у человека много. Просто проблема в другом. Проблема в том, что человек не понимает и не различает виды ресурсов. Он не понимает, как их использовать. Он не понимает, что они у него есть вообще. Это примерно как, знаете, человек идет, у него здесь меч, здесь топор, здесь это. А он идет, мне оружия не хватает. Забывает. Он забывает, у него есть это все. Поэтому я так считаю, что сначала нужно научиться бизнесу. После того, как научился бизнесу, нужно найти прибыльную бизнес-модель. После того, как нашел прибыльную бизнес-модель, после этого ты можешь приглашать кого-то для масштабирования. После этого. И то, как правило, вот у меня есть курс создания эффективной команды. Как создается команда? Я говорю, сначала вы растете сами. Потому что никто не хочет делиться прибылью. Если у вас хорошая прибыль, зачем ей делиться? Да. Смотрите, если у вас прибыль еще низкая, то тем более не надо привлекать партнера. Потому что с низкой прибылью, скорее всего, закончится все плохо. Он начнет хотеть большего. Вы больше дать не можете. По мере роста бизнеса у вас прибыль еще будет падать и так далее. Поэтому нужно, если у вас бизнес и прибыль низкая, работать прежде всего над повышением прибыльности бизнеса. Хорошо, вы сделали так, что бизнес теперь приносит хорошую прибыль. Если он приносит хорошую прибыль, зачем вам партнер? Растите, растите до тех пор, пока вы не упрете свой потолок. После этого работы станет слишком много. Здесь нужно опять мне партнер. Сначала делегируйте своим замом, работникам, которые у вас работают по найму. Они дешевле. Вы делегируйте, делегируйте, из себя снимаете работу. Освободитесь. Вы должны в себе оставить функции только принятия решений. Дальше вы растете и растете. В какой-то момент вам нужно, чтобы кто-то другой уже начал принимать решения по каким-то другим направлениям. Например, по маркетингу, продажам и так далее. А вы занимаетесь продажей, логистикой, закупкой и так далее. Но кто-то должен принимать решения. То есть партнер – это человек, который, как вы, принимает решения. Это не тот, который приносит деньги. Принимает решения. Потом вы растете и растете. Уже вас двоих мало. Вы третьего партнера привлекаете. И растете таким образом. Это очень важно. Последовательность. Последовательность. Проблема в том, что люди видят какую-то бизнес-идею или только бизнес начинает, сразу привлекает партнера. Закончится всегда плохо. 99% Сначала нужно найти бизнес-нишую. Научиться бизнесу. А что такое научиться бизнесу? Вообще вся суть любого бизнеса – это прежде всего продажи. Научитесь продавать. Если вы не умеете продавать, у вас никогда не будет нормального бизнеса. То есть научитесь продавать. Это после того, как вы научились продавать, у вас появится выручка. После выручки вам нужен бухгалтер, который ведет учет. После этого вам нужен уже маркетолог, логистика, производство. Что угодно вы можете финансировать, но после того, как у вас есть выручка. А выручка может появиться только если вы наладили и освоили продажи. То есть получается, что если он все эти этапы прошел и все только если необходимо, тогда деньги или чего-то только тогда привлечь либо кредит, либо деньги. Партнера обычно привлекают на масштабирование, если говорить финансового партнера. Финансового партнера. Да, на масштабирование. А если говорить не финансового партнера, а стратегического партнера, с кем вы вместе развиваетесь, то нужно привлекать человека, который может принимать решения в тех направлениях, в которых вы не можете принять решения. Например, вы слабые в маркетинге, вы слабые в продажах, вы слабые в рекламе и так далее, найдите партнера, который в этом силен. И он тогда принимает, но партнер это человек, который принимает решение. Это не тот человек, который берет работу от вас. Работу берет это тот, которым вы делегируете. То есть делегировать можно работу, но не принятие решения. А принятие решения это уже партнер. Вы отдаете партнеру. Это уровень такого. Это отличные ребята. Очень отличный ответ, который очень необходим на данный момент в любой сфере бизнеса. Запомните, пожалуйста. Потому что это часто такое больное место в малосредственном бизнесе. Очень часто больное место. Один очень интересный вопрос. Думаю, что вам будет это интересно. Повар может учить другому, как готовить. Водитель могут научить другому, как водить. Вы бывший миллиардер. Сейчас я знаю, что так сложилось жизнь, что вот так на одно мгновение еще заново поднимайтесь. Мы же видим это все. Как вы думаете, можете ли вы научить человеку стать миллиардером? Вот это интересный опыт. Смотрите, я не могу гарантировать того, что он станет миллиардером. Потому что это очень много факторов. Но я могу существенно повысить вероятность. Вот это самое важное. Условно, если брать 100 человек, которые, условно, 100 человек и 100 человек. Вот эти 100 человек, условно, из них, возьмем 1000 человек, из них один становится миллиардером. Предположим, да? то в той тысячи, в которой я буду, там наверняка будет гораздо больше. Шансов больше. Там миллиардеров будет больше. Просто я увеличу вероятность. Потому что в конечном итоге очень много факторов. Очень много. Это и темперамент человека, и человеческие качества, и его мировоззрение, его мышление, его возможности, его харизма. Очень много. Правильно, правильно. Но еще смотрите, как я увеличиваю вероятность? Как я? За счет чего увеличиваю вероятность? Не за счет того, что я ему говорю, как делать и что делать, а за счет того, что я ему говорю, что не делать. Это самое эффективное. Потому что то, что не делать, это гораздо важнее понимать, чем то, что делать. Потому что на это тратишь энергия, ресурсы, и назад уходишь. Да, да, да. Любая ошибка на 3-5 лет назад бросаешь. Я в этом плане говорю, никогда не совершайте два типа ошибок. Вообще ошибки – это суперхорошая вещь. Совершайте, делайте их. Но есть два типа ошибок, которые никогда нельзя совершать, не нужно совершать. Первый тип ошибок – это повторные ошибки. Повтори, да, но та же ошибка. Это вы по кругу крутитесь. Повторные ошибки никогда вас не приведут к успеху. Это то, что нельзя делать. И второй тип ошибок – это ошибки с необратимыми последствиями. То есть в жизни каждого человека существуют вот такие ошибки с необратимыми последствиями. Например, когда у вас есть бизнес, вы приходите к чиновнику и его берете вдоль. Ошибка с необратимыми последствиями. Все, вы не можете теперь ему завтра сказать, ой, извини, давай, не будем. Не будем, да. Все, уже. Это такие вещи. Вот скажите, пожалуйста, вот я не знаю других, вот как первая ошибка, которую вы сказали, она у меня была очень долго. Человек же по привычке живет. Это действительно так. Это было у меня очень долго, пока жестко судьбу не наказал. Ну, жестко потерял, жестко страдал, а потом осознал, что вот это ни в коем случае этого не надо делать и так далее. Как вы сказали, я инвестировал иногда, времени не хватало, контролировал. Я вкладывал. И сам интересный, я продолжал это делать. Вот там потери. Одну потеряю, доля, одно МДО вкладывал, около миллиона долларов, 850 тысяч долларов. Это хорошая сумма денег. Потерял. Опять на другой вкладываю. Потом опять еще на что-то. И не могу понять. Действительно, это вот это, когда человек осознает, что эти ошибки вовремя остановить и не повторять, это очень большой урок. Очень большой урок. Это очень очень. Откуда происходит эта ошибка? Эта ошибка происходит, вообще я больше работаю над правильным мышлением, а правильное мышление, оно формируется от правильного мировоззрения. Правильное мировоззрение формируется за счет убеждений, наших внутренних убеждений. Так вот, откуда вот эта ошибка происходит? Она исходит из нашего неправильного убеждения, что деньги работают сами. И мы думаем, так, сейчас проинвестирую, дальше деньги работают. Проинвестирую, дальше деньги будут сами работать. И мы думаем, что деньги работают сами. Это большущий миф. Деньги сами не работают. Деньги на самом деле, как животные, как скот. Если ты потерял контроль, они разбежались. Они все время стараются разбежаться. Все время их кто-то старается украсть. Все время ими кто-то пытается воспользоваться. Поэтому деньги вне контроля это не ваши деньги. Поэтому, когда вы проинвестировали сюда и думаете, деньги будут работать, не будут. Работать должны вы. Поэтому здесь вопрос такой. А как работать? Вопрос не физический. Вы же не лопатой машете, вы же инвестор. Основная работа инвестора это внимание. Теперь как сделать так, чтобы у тебя много проектов, а у тебя хватало внимания? Для этого в каждом проекте выявляется 3, максимум 5 основных ключевых показателей, через которые ты можешь видеть здоровье всего проекта. Все. Ты только контролируешь 3-5 цифр в каждом проекте. И дальше смотришь по отклонениям. Если отклонение пошло в негативную сторону, ты начинаешь глубже уходить. Уже 10 показателей смотришь. Ага. Смотришь там негативный прогноз, идет спад. Ты дальше погружаешь, уже 50 смотришь. Потом дальше. Уже 100 цифр. Потом говоришь, а ну-ка давай всю бухгалтерию сюда. Вот так надо управлять. То есть управлять надо только ключевыми параметрами. Ключевыми показателями результатами. Для этого в каждом бизнесе я всегда стараюсь выявить 3 ключевых параметра, без чего бизнес загнется. Да. но в котором показывают полностью здоровье этого бизнеса. Он условно врачи что делают, когда вы чувствуете себя не очень хорошо. Первое, что они делают, они градусник. Градусник. Вроде тупой показатель, но нет. Один показатель уже показывает, что-то не так. Врач еще ничего не знает, что не так. Он еще не знает, что у вас за болезнь. Но он уже опа, что-то не так. Вы нездоровый. А чем болеете, он не знает. Но то, что вы нездоровый, он уже точно знает. Это уже сигнал. Да. Одним параметром то же самое и я. У меня 3 показателя в каждом бизнесе. Такие градусники, датчики. Когда я вижу, что они начинают ухудшаться, я сразу говорю, там нездоровая ситуация. Я еще не знаю, что происходит. Вот там нездоровый. И я начинаю больше внимания уделять и начинаю больше погружаться. Отлично. Очень хороший совет. Это очень хороший совет. Вот в одном с вами интервью вы сказали, что по выбору ниши. Кто-то вам задавал вопрос и сказали по выбору ниши, что попробуйте увеличивать количество попитки, чтобы понять, какой из них тестируете. Тестируете, какой будут сами лучшие. А потом усиливайте сильного, на который вы видите, что он пошел и так далее, и так далее. Это хорошо работает онлайн. Онлайн там много расходов нет. Чуть-чуть тестируешь, там продукт разные платформы, разные это и так далее. И видишь индекс отклика и так далее. Оффлайн, если мало, средний бизнес начнет, будут тестировать, скажем, он питается кафе открыть, питается мороженое открыть, питается парикмах открыть и так далее. Не будет ли у него так, что он потерял то, что небольшой капитал, который у него есть. А потом он, возможно, понял, что это не мое, но уже капитала не хватает дальше, чтобы долги не загонял себя. Или есть какой-то другой подход к этому? Нет, смотрите, я все время говорю, делайте много пилотных проектов. Потом на основе этих пилотных проектов, маленьких попыток определяйте, где вам везет и усиляй сильное. Да. Если у вас малый, средний бизнес, то не надо в разные направления бизнеса заходить. Надо в своем бизнесе делать пилотные проекты. Например, вы занимаетесь СТО, возьмем. СТО. Значит, попробуйте что? Попробуйте новый метод ремонта, либо новую модель машины ремонтировать, либо отспециализируйтесь на чем-то, что вы меняете там условно, я не знаю, только шины, либо только коробки, либо попробуйте новый вид услуги наклеивать бронированную пленку. Да. Это пилотный проект. Попробовали, спрос пошел на бронированную пленку, оба, вы смотрите, окей, начинайте больше бронированной пленки, меньше шиномонтажа. Потом дальше смотрите, покраску попробовали. Ага, покраска идет, не пошла, окей, покраска нет. Потом смотрите модели, до этого занимались Toyota, попробуйте заниматься Mercedes. Mercedes не пошел, попробуйте заниматься другие. Это все внутри одного СТО. Вы делаете кучу пилотных проектов, потому что ваша главная цель это повысить прибыльность вашего проекта. Когда вы малый бизнес, вам нужно не количество бизнесов, вам нужна прибыль, максимальная прибыль от существующего проекта. Помните, я говорил, что сначала надо работать над повышением прибыльности проекта. Когда у тебя малый бизнес и он небольшая прибыль, а ты начинаешь инвестировать в другой, это глупость. Слушай, ты еще отсюда не выжил все деньги. Ты хочешь оттуда деньги выжать? Шансов нет. Поэтому занимаешься пекарней, окей, печешь хлеб, попробуй печь цельнозерновой хлеб, попробуй печь хлеб без глютена, попробуй делать выпечку, попробуй делать торты, попробуй делать печенье и так далее и так далее и щупайте, что более прибыльнее или доходы такие же, но расходы меньше, которые дают прибыль. Ваша задача запускать много попыток пилотных проектов для увеличения прибыльности того бизнеса, в котором вы сидите. Отлично, очень хорошо. Ребята, большинство людей, которые у нас аудитория, у нас малосредний бизнес, эти вопросы для них прямо это очень необходимые ответы. Скажите, пожалуйста, вот, если посмотрим развитие регионов Азии, это, например, Сингапур или, скажем, Малайзия, Япония, Гонконг, сейчас по чуть-чуть Тайван, Камбоджа, Вьетнам развивается и так далее. Если так посмотрим, они как регион хорошо начали развиваться, не по отдельности. то есть, с самого начала Япония развивался, а потом, соответственно, они начали эту технологию, соответственно, и модели привезти в Гонконг, и это все распространено, потом Малайзия, Сингапур и так далее. Как вы думаете, нам, Средней Азии, по отдельности наши стран будут хорошо развиваться или все-таки когда регион развивается, будут намного выгодны и намного быстрее экономически и, можно сказать, намного уровень жизни будет подниматься быстрее? Ну, вот смотрите, дело в том, что благосостояние людей зависит от нескольких факторов. Один фактор это полезный ископаемый. Ну, здесь жаловаться нечего, особенно Казахстану. Ну, и, в принципе, у Таджикистана водные ресурсы, у Кыргызстана есть, у Узбекистана много ресурсов. То есть, в целом, у нас ресурсы в Средней Азии. Для этого населения достаточно ресурсов. Первый фактор роста благосостояния любой нации это природные ресурсы. Второй фактор это технологии, развитые технологии. У нас здесь, конечно, очень плохо. Это второе. Третье это количество населения. Вот, соответственно, когда мы вместе, у нас больше шансов. Когда мы раздельно, у каждого рынок маленький. Да. Соответственно, смотрите, мне построить завод, который будет продавать продукцию только в Казахстане или продавать на всю Среднюю Азию. У меня себестоимость будет гораздо ниже, если я буду продавать на всю Среднюю Азию. Масштабами берем, объемами берем. Соответственно, я могу платить большую зарплату своим специалистам. Я могу внедрять более лучшую компьютеризированную технологию у себя на заводе, потому что у меня объем продаж большой. Соответственно, и это будет тоже заработать и для таджикского завода. И самое интересное, это будет так. Если бы, предположим, не было бы границ, было бы одно правительство, то что было бы? В Таджикистане заработная плата ниже, значит, все бизнесмены там бы строили заводы. Соответственно, из-за того, что там заводы, благосостояние там бы начало расти и зарплата начала бы выравниваться с Казахстаном. И вот какой регион слабый, бизнес туда бы уходил. Потому что там себестоимость ниже была. Да, себестоимость ниже. И таким образом мы бы все развивались бы быстрее. Но проблема, что у нас между нами есть границы, и проблема в том, что между нами есть политики. А в сложившей ситуации, например, сейчас, например, что, да, действительно между нами есть границы и так далее. Потому что, если Азия, посмотрим, они же тоже отдельные, отдельные государства, но они так хорошо развиваются. И технологии у них очень хорошо развиты, например. Исходя из этого опыта, бизнесмен, который у нас сейчас, в дальний момент, значит, ему все-таки выгодно ориентироваться на весь средневекский регион, чем на одну страну бизнес делать. Ну, смотрите, про Юго-Восточную Азию, когда мы говорим, да, там тоже границы, там отдельные страны, но там каждая страна больше, чем вся Средняя Азия. Наследие. Наследие. Индонезия. Очень важно. Возьмите Японию, возьмите Южную Корею, возьмите Индонезию, возьмите Вьетнам 80 миллионов, возьмите Бангладеш 150 миллионов. Это каждая страна больше, чем весь наш Средний Азиатский регион. Поэтому я говорю, что когда у вас большое население, возьмите Китай, да, Китаю никто вообще не нужен. Вообще не нужен. сами внутри могут развиваться. А когда у вас очень мало населения, границы очень сильно вам мешают. Чем меньше население, тем хуже работает граница, тем сильнее граница негативно влияет на экономику. В идеале конечно в Средней Азии надо создавать подобие Европейского Союза, чтобы открывать границы передвижения людей, товаров и услуг. Что вы видите в каждой стране его сильная страна или слабая страна в каждом наших странах? В чем лучшее? Например, Казахстан в чем сильнее? Узбекистан в чем сильнее? Ну смотрите, мы должны брать историческую составляющую. Исторически дело в том, что мы разные по менталитету. В Казахстан мы кочевые люди. Узбекистан, Таджикистан более оседлые люди. Соответственно это разные культуры. Разные культуры, разные отношения к труду. Оседлые люди, земледельческие люди, в них развит коллективизм. Махаля, семья, община и так далее. Кочевые это люди индивидуалисты. Но если вместе это объединить, то это супер хорошее место для креативных идей. И здесь вопрос такой, конечно, в каждой стране есть свои сильные и слабые стороны в зависимости от исторического контекста и в зависимости от природных ресурсов. И в зависимости от размера населения. То есть соответственно и формируется психология населения. Мы хоть думаем, что наша психология самостоятельная, на самом деле психология общественная, она напрямую зависит от местности, где она проживает. Поэтому я бы сказал так, что у нас у всех нету таких сильных черт, если брать по мировым меркам, чем мы могли бы гордиться, к сожалению. Единичные случаи есть. Среди нас выходят люди мирового уровня, работают в мировых компаниях, в гугле, в фейсбуке и так далее. Но это одиночки, одиночки, одиночки. А вот если брать не отдельных людей, а нацию, то, к сожалению, наши нации неконкурентно способны. На мировом рынке? Да, на мировом рынке. И проблема начинается... То есть массово таких нету. Да, и проблема начинается еще в чем? Из-за того, что мы находимся на более нижнем уровне, мы заражены психологией бедных людей. А у бедных людей какая психология? В первую очередь это гордыня. Да, да. Это гордыня. Это мы крутые, мы всех порвем, мы горды, мы не будем ни перед кем унижаться, мы сами все можем сделать и так далее. Посмотрите на Юго-Восточную Азию. Они же все ниже травы, тише воды. Южная Корея, я вот гольф играл, зашел, гольф поиграл, гольф обувь оставил, зашел в ресторан в другой обуви, покушал, выхожу, мою обувь уже помыли, почистили, отполировали и поставили. Я даже не знаю, кто это сделал. Да, они очень креативные люди, они очень интересные люди. Они, у них гордыня на нуле. Я так назвал, любые понты, любой тщеславие, гордыня стоит денег. Хочешь быть гордым, тогда будь бедным. Это железное правило. Хочешь быть богатым, будь скромным. Как распознавать новые возможности в период кризиса? Ну, начнем с того, что это уже всем такое надоевшее, наверное, сравнение. В китайском языке иероглиф, обозначающий кризис, состоит из двух частей возможности и опасности. Я размышлял над этим и подумал, ага, с какого момента кризис является возможностью, а с какого момента опасностью. Проблема большинства людей в том, что они воспринимают кризис как такое одноразовое событие, не растянутое во времени. И когда там говорят, вот кризис случился, если его лично не задело, он такой, ух, меня пронесло. Как будто он умнее других. Это пуля пролетела, меня пронесло. На самом деле не так. Кризис он растянут во времени. А раз он растянут во времени, все кризисы разные, но в то же время они имеют общую черту, то, что у них есть свои стадии. Так вот, у кризиса есть пять стадий. Первое – зарождение. Второе – развитие кризиса. Третье – это ускорение. Четвертое – замедление. Пятое – дно. Так вот, в первой части кризиса, когда зарождение, развитие и ускорение, в этой стадии кризис представляет опасность. А в стадии замедления и дно он представляет возможность. Отлично. Так вот, представьте, лавина в горах. На вас начали первые камушки сыпаться. Это зарождение лавины. Потом вы смотрите, начали почву двигаться. Это развитие пошло лавины. И в это время, смотришь, уже все, лавина пошла, и в это время, если вы думаете о том, как залезть на гору, то у вас лавина закопает. В это время ваша цель это спастись и получить минимальный ущерб. Ваша главная цель не на гору забраться, а убежать, убежать от этого подальше. А вот, когда лавина сошла, все, уже опасности нет. После этого вы думаете, как теперь на гору забраться. Вот теперь у вас возможность. Поэтому до того, как думать, куда инвестировать и рассматривать возможность, сначала нужно определиться со стадией кризиса. Четко понимаем, на какой стадии. Сейчас, я вам скажу, мы прошли стадию зарождения, мы находимся в стадии развития кризиса. Но впереди нас еще ждет стадия ускорения кризиса. Поэтому я всем говорю, выходите в кэш, конвертируйте в наличную валюту. Ваша задача сейчас убежать от лавины, чтобы мимо вас это все прошло. Да. Все цены упадут, все упадут, никуда ничего не денется, не спешите. Вот когда произойдет замедление и дно, тогда вы ходите со своим кэшем, как арбузы, выбирайте любой актив и покупайте. С нами нужный выбирать, потому что выбор будет больше. Как вы думаете, чем заниматься молодым людям в начале своей пути? Это заниматься любимым делом или заниматься прибыльным бизнесом? Иногда бывает, что она любимое дело не дает нормально прибыль. есть какое-то другое дело, которое принесет прибыль. Но тот момент. И поэтому часто они начинают с этой внутренней борьбы. Время не остается на любимое дело, а любимое дело если занимаешься, денег нет. Ну вот смотрите, не каждому человеку везет так, чтобы он нашел любимое дело, которое вы можете прокормить. Вы должны сначала исходить, и это в исламе сказано, первая цель это прокормить себя, вторая цель прокормить своих родных и близких. После этого, когда вы достигли этого уровня, вы можете двигаться от нелюбимого дела к любимому. То есть поэтому первое движение должно быть от отсутствия доходов к доходам, потом от доходов к любимому делу. то есть сначала все-таки заниматься то, что сначала то, что приносит деньги. Сначала то, что приносит деньги. Когда вы уже можете прокормить себя, прокормить свою семью, когда вы уже научились бизнесу, после этого надо двигаться к любимому. Появится возможность прийти на следующий. можно заниматься параллельно и делать так, чтобы любимое дело приносило больше и больше денег. То есть здесь тоже надо смотреть, какое это любимое. Как от него создать рынок. Да, это какое любимое дело. Но всегда надо сначала то, что приносит доход. Мне даже спрашивают, вот у меня есть наемный сотрудник, например, у меня есть доходы, семью кормлю, но я хочу заняться любимым делом. Мне стоит бросать или нет? Я в таких случаях говорю, нет, не стоит бросать. Сначала вы до того, как открывать любимым делом, бизнес любимым делом и любимый бизнес. Сначала вы, сидя на своем рабочем месте, наемным сотрудником, должны научиться делать бизнес. То есть это как личинка, сначала как куколка внутри. Ты должен сначала стать бизнесменом внутри наемной работы. Здесь мышление не формулись как бизнесмен. Для этого ты должен посмотреть, чем занимается собственник фирмы, руководитель, твой непосредственный руководитель должен понять, откуда вы берете клиентов, почему они вам платят, за какой товар платят, за какие качества вашего товара платят. Вы должны изучить бизнес своей компании, в которой вы работаете, вы должны понять и должны начать думать как собственник. И самое интересное, когда вы начнете так думать и брать больше на себя ответственности, то у вас появятся два пути. Уйти в свой бизнес, либо вам предложат повышение. Либо здесь партнерам может дойти до уровня партнера. Спокойно. Вам предложат 100% предложить повышение, потому что каждый собственник хочет, его подчиненный думал как бизнесмен. Потому что все серьезные бизнесмены хотят, чтобы была такая команда, которая растет до этого уровня. Я много своих руководителей бизнес-единицы вырастил сам изнутри постепенно обучая. Если я видел, что у него компетенции не хватает, я нанимал экспертов со страны, чтобы они пришли, готовили, обучали, поставили определенные системы и так далее. И они постепенно вот так выросли. И сейчас они стали партнерами и так далее. И они руководить каждый бизнес-единиц. И мне легче. Мне легче намного это освобождать время и так далее. И часто когда жалуются люди о том, что вот я обучаю, сильный кадр, а потом он уходит. Но я всегда говорю, что он не уходит. Если ты дашь ему шанс и возможность развиваться, создать такую возможность, чтобы было глупо уходить из своего бизнеса. Это же так же? Поэтому многие бизнесмены с радостью делились бы лучше, если было бы сильный кадр и так далее. Это очень хорошо. Спасибо, очень хороший ответ. Почему вы решили стать бизнес наставником? Это как-то резко не все миллиардеры обучают то, что вы обучает, но выделять очень большое дело. Честно скажу, очень большое дело. Почему? Потому что вот этот час общения, который сейчас я общался, я получал на три свои важные вопроса ответы, которые возможно, как вы мне сказали, вероятности мои шансы увеличат приближаться к 100 миллиардерам. Это правда. Почему? Потому что это очень важно. Когда ты сам варишься, потом поймешь. Когда со стороны человек не столкнулся, не сцени не понимает эти вещи. Но в деле это очень большое дело. И что вас привело к тому, что вы решили стать наставником и начали вести такое? Смотрите, во-первых, я всю жизнь анализировал все свои ошибки. Я делал очень много алгоритмов на всякие случаи жизни. И для того, чтобы не совершать повторных ошибок, мне приходилось очень много анализировать, писать алгоритмы. И я таким образом понимал, насколько это важно и какое огромное количество людей просто совершает бесконечное количество ошибок. бесконечное. Соответственно, у меня происходило таким образом. Вначале я начал в социальных сетях публиковать это, давать бесплатные знания, но я вижу, мало людей меняет свою жизнь. После этого я понял, это еще связано с возрастом. Дело в том, что когда человек взрослеет, после 50 лет ему хочется уже делиться с обществом, ему хочется быть полезным, потому что условно говоря, спрос на такого человека падает, хочется больше делиться, чтобы спрос тебя был больше. Плюс это связано с моей миссией. Дело в том, что я принял миссию прожить счастливую жизнь с пользой для общества и окружающей среды. А почему я принял такую миссию, одна из причин тоже скажу. Я занимался проблемами долгожительства и я анализировал такую вещь. Каждый раз, когда люди работая уходят на пенсию, они быстро стареют. После пенсии. И почему они стареют? Потому что они чувствуют свою я понял, в старости самое сложное это самое опасное это быть невостребованным. Не нужно. Не нужно. Я подумал, как мне сделать так, потому что это влияет на долгожительство. Я подумал, как мне сделать так, чтобы на меня был все время большой спрос. Я посмотрел, что есть у меня, чего нет у молодых. У меня есть знания, у молодых нет знаний. Соответственно, я для себя понял, что я буду делиться знаниями. Когда я буду делиться знаниями, люди будут говорить, особенно молодые, они будут говорить, вот неплохой старичок, пускай он долго живет. Дай Аллах ему долгих лет жизни. И таким образом я получаю благословение, и я чувствую спрос на себя. Когда на тебя есть спрос, ты всегда держишь себя в тонусе, и твоя жизнь более полная, и опять больше вероятности прожить длинную жизнь. Опять все в руках Аллаха, но мы же работаем над вероятностями. Все, что мы делаем, мы все время работаем над вероятностями. Поэтому это связано и с эгоистическими целями прожить дольше. Во-вторых, это связано и с качеством жизни. В-третьих, это связано с возрастом, это связано с моей миссией, и это все вместе привело к тому, что я понял, что лучший способ это для меня реализоваться, быть наставником. Это очень хорошо. Это очень хорошо. У вас очень большой опыт, и когда вы делитесь знаниями, это же как раз, это есть способ победить смерть. Там проблема еще заключается в том, что меня драйвит то, что проблема в том, что существует большое количество мифов, созданных миллиардерами, по поводу того, как тяжело это заработать, миллиард там и так далее. Как трудно стать. Как это трудно стать. А с другой стороны, есть большое количество людей, которые идут по неправильным тропам. Совсем другую сторону. Да. Я для того, чтобы извлекать уроки из своих ошибок, вынужден был смотреть на реальность трезвым взглядом, иначе убирая все мифы. Иначе не достигнешь успеха. Если ты идешь по местности на какую-то гору, и у тебя фальшивая карта, ты никогда не поднимешься. У тебя должна быть реальная карта местности. И вот в какой-то момент я оказался держателем реальной карты местности. Человек, который туда сходил, упал и опять туда же идет и, аль-хамду-ля, нормально. То есть это говорит о том, что моя карта адекватная. Как вы думаете, первый раз, когда стали миллиардером, вы что думаете? Тогда было более заслуженно? Или сейчас вы внутри считаете, что вы намного сильнее, чем чем... Тогда в деньгах были миллиардером, а сейчас в мышлениях и сознаниях, в сердцах? Ну, смотрите, тогда у меня была другая цель. Тогда у меня была цель заработать, вернее, не заработать, создать крутую компанию мирового уровня. Сколько она стоит, это было уже вторичное. То есть я всегда говорю, деньги являются побочным продуктом твоей эффективной деятельности. А сейчас у меня другая цель. Сейчас моя цель быть счастливым. Это другая цель. Два разные вещи. Две разные вещи. Я сейчас не хочу стать миллиардером, потому что это тот беговая дорожка, по которой я уже раз пробежал. Вы где-то сказали, что достаточно 100 миллионов. Да, то есть я на ту гору сходил, зачем мне на нее опять идти? Я теперь выбрал другую гору и иду на другую гору. Это разные процессы, разные цели. Да, для того, чтобы быть счастливым, у меня есть такое понятие, что нужно для счастья. Одно из компонентов, одно из компонентов, это свобода. А свобода подразумевается внутри юридическая свобода, экономическая свобода, физическая свобода и ментальная свобода. Так вот, для того, чтобы быть счастливым, экономическая свобода должен быть определенный уровень доходов. Поэтому, я говорю, больше 100 миллионов не зарабатывайте. Достаточно для... Чтобы нормально жить. Нормально жить, 100 миллионов вот так хватает. Даже не потратишь больше, если даже хочешь, ну для этого. А все остальные будут инвестиции. Скажите, пожалуйста, вот Запад все-таки экономически или технологически более развито, менеджмент более развито и так далее. Вот в чем вы видите еще его преимущества, я имею в виду, над Востоком? И что нам стоит учиться у них? Ну, я так скажу, вообще, основная проблема человечества заключается в том, что человечество преследует ложные цели. Мы все идем по ложному пути. Соответственно, когда мы идем по ложному пути, тот, кто более эффективен, тот получается сильнее и заблуждается. Если ты идешь по неправильной дороге, тот, у кого скорость выше, он же получается менее эффективен, потому что он не туда бежит. Есть такое, вот эффективный человек, а есть неэффективный человек, самая большая неэффективность это эффективно делать то, что не нужно делать. А посередине стоит ноль. Так вот, когда вам приходит, прилетает задача, тот человек, который упал на диван и спит, он на 50% эффективнее того, кто бежит не в ту сторону. Более эффективнее, более успешнее, построен тот, который ненужные вещи делает. Он на 50% более эффективен, чем тот, который делает ненужные вещи. Так вот, представьте, что вот Запад вот здесь, они бегут и эффективно делают то, что не нужно. Я считаю, погоня за материальными объектами, благами и вообще вот эта философия потребления, она заводит в тупик все человечество. Потому что, что такое рост ВВП? Мы измеряем рост стран по росту ВВП. ВВП – это пробуренные скважины, вырытые шахты, это задымленный воздух, испорченная экология, это пластиковые бутылки, это свалка, мусор, это убитая экология. Вот что такое рост ВВП. А человечество должно преследовать счастье. Человечество должно, каждый человек должен преследовать счастье. Поэтому в этом плане вот восточная философия, она лучше, потому что восточной философии больше внимания уделяется внутреннему ощущению счастья, а не внешнему показателю богатства и потребления. Запад, кстати, сейчас потихоньку к этому идет. Сейчас в развитых странах Запада, например, кичится богатством – это дурной тон. Да-да, там уже это читается совсем... Прошли это уже, уже начинает, передовая часть начинает понимать, что кичится богатством – это дурной тон. Возьмите американских миллиардеров, сравните количество яхт у российских миллиардеров и количество яхт у американских. Несопоставимо. Они деньги тратят не на яхты, они на другие вещи уже тратят. Они проще живут и так далее. А восточной философии это более проработанное. Люди восточные больше все-таки направлены внутрь себя на гармонию с собой. возьмите японскую философию, китайскую, возьмите юго-восточную Азию, медитация, буддизм, ислам и так далее. Все-таки больше направлено вовнутрь, а не вовне. Может быть, это еще связано с тем, что тысячелетиями это все воспитывалось корнями идет, она формирована уже. Ну, конечно, это связано с тысячелетиями, это истории, плюс это регион жизни, это количество населения, все это сказывается. И здесь, если делить философию на мужскую и женскую, вот западная философия это более мужская философия. Логическая, прямая, последовательная и так далее. Восточная философия это более женская философия. Эмоции, важны отношения. Сначала надо стать своим, потом что-то другое. Да, вот в наших странах, например, в России если что не нравится, они тебе в лоб скажут. А в Узбекистане, Таджикистане особенно там, они посмотрят на твое настроение, посмотрят Канг-Ульга Харали вот смотрите на настроение, как он воспримет и так далее. Потом и может быть не стоит даже не говорить. Он говорит, он сам поймет. На самом деле это же важнее, это же важнее, чем ему указать на ошибку. Это как раз тот случай, когда Запад движется в одну сторону, восток, ну, то есть другими способами. Разный способ. Разный способ, и самое главное, все-таки у них цель чуть другая. И два модели развития вообще экономика, жизнь мира, который мы видим, это Западная Америка, Европа, и есть по пути, который очень пошел. Япония, Китай, тот же Китай, например, философия, идеология Мао Цзэдуна, неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Ну, вот, например, для Запада, для России важно, ты белый или черный. Какая разница, какой цвета кошка, если она ловит мышей? Хорошо сказали, вообще хорошо. Вот еще одно вопрос, я думаю, что вот с этим закончим. Как вы думаете, какие вызовы мы имеем сегодня перед каждой нашей стране, средиазийской регион, если вот сложившейся ситуации, то, что сейчас есть. Ситуация сейчас, например, скажем, война с Россией и Украиной, но она нам однозначно повелел конкретно. Повелел и на бизнес, повелел на многих вещах. Да, да. Хотя мы, вроде бы, существуем как отдельные страны. Странным образом этот мир стал как-то взаимозависимым. Настолько, что мы хотим, не хотим на нас влиять и экономически, и психологически, и экологически, во всех сферах. Что мы, перед чего мы стоим сейчас? Я считаю, что основной вызов в том, что и осознание происходит то, что мы, вся Средняя Азия, это замкнутые страны. То есть, мы inland countries, это замкнутые страны, не имеющие выхода к морю. Соответственно, все наши транспортные соединения с внешним миром происходят либо через Россию, Украину, либо через Китай и так далее. Соответственно, нам всем надо сейчас работать над альтернативными транспортными коридорами. Вот это номер один приоритет. То есть, это через Каспий, через Иран, через Афганистан. Я считаю, вот как бы про Афганистан не говорили, там мусульманское правительство с ними договориться 6 секунд можно. Логистику надо строить. Это можно договориться с ними, можно сделать так, что это будет безопасно и так далее. Поэтому логистические вопросы решать это прежде всего. Но это для связи с внешним миром. Второе, надо наконец нашим странам увидеть ценность друг друга. Если мы просто откроем границы, у нас уже ценность мы сразу облегчим. Узбекистан там 33 миллиона человек, Казахстан 19 миллионов, вот уже 52 миллиона. Кыргызстан еще там 5 миллионов, 57 миллионов. Таджикистан сколько? 3 миллиона. 9. 9 миллионов. 66 миллионов. Там Туркменистан. Вот 70 миллионов. Регион на 70 миллионов человек. Это уже существенный рынок, большой. Соответственно, мы должны использовать внутренние ресурсы. А внутренние ресурсы это прежде всего наше население, наши внутренние ресурсы. У нас шикарные трудовые ресурсы. У нас есть шикарные энергетические ресурсы. И гидроэнергетика, и полезные ископаемые и так далее. То есть на две вещи надо обратить внимание. Первое. Друг на друга и максимально открыть границы и понять, что мы, Средняя Азия, это отдельная сущность. Помогать бизнесменам. Как Евросоюз. Мы отдельная сущность. И второе. Теперь вот эту всю нашу Среднюю Азию пробивать коридоры во внешний мир. Вот это два основных вызова. А так проблема в том, что мы все братья в Средней Азии, но головы у нас повернуты не друг на друга, а на Россию. На самом деле мы все смотрим на север. Все смотрим на север. Мы не друг на друга смотрим, мы на север смотрим. А это, как видно, как история показывает, это не самый лучший сценарий. Надо уметь выживать самим без России. Да, наверное, наверное, когда-нибудь придут такие моменты. Я думаю, что сейчас, например, много бизнесов, которые делаешь, например, туризм. Если туризм объединенно, соответственно, люди будут больше прийти. Любой. Потому что билет подешеветь будут. Прилетел, Казахстан поехал, узбек стал, поехал там и улетел. Вот так будут для полного билетов, помимо транспортных коридоров. Вот простой пример скажу. Я же занимаюсь образовательным туризмом. Да. Вот я хотел летом сделать по южным озерам Кыргызстана. Хотел сделать баги-тур по миру. Шикарное, красивое, Таджикистан. Вот в октябре сделал по Узбекистану тур. То есть я, казах, сидя, развиваю туризм у вас. И в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане. И когда границы, чем проще границы, тем легче каждому из нас организовать туризм на территории друг друга. Да, да, если бы здесь в Казахстане это действительно так. Это же совокупное, одно дело таджикистские бизнесмены будут думать, как развивать туризм. А другое дело, когда там какой-то казах, регион селиком, казах сидит и думает, как в Таджикистане провести тур. Спасибо. Это же очень-очень сильно усиливает. Мы начинаем усиливать друг друга. Это во многом, во многом будет усиливать и так далее. Я думаю, что все равно если в какой-то облегчение будет в мерах, границах для именно предпринимательства, чтобы было в объеме, это будет очень хорошо помогать экономический рост и возможность создастся очень хорошо. Уважаемые наши слушатели, пишите комментарии ваши, что вы получили из этого интервью, что вы взяли для себя. Я скажу вам, что я брал на 100 миллионов долларов урок. Лично я брал на 100 миллионов долларов урок, потому что я точно знаю, как это сделать теперь, превращать в деньги на 100 миллионов. Я надеюсь, что каждый из вас в этом вникал, брал для себя, что-то. Все зависит от того, как вы на это смотрите, что вы ищете. Вообще, в таких беседах каждый берет то, что он ищет. Это похоже на что. Вообще, мудрецами, когда стичь, наставниками, когда стичь, это как река. Река. Кто-то туда ходит стаканом, кто-то туда ходит ведром, кто-то туда ведет, скажем, бочками и так далее. Что умеешь, что и берешь. Уважаемый Марглан Судьбе, большое вам спасибо. Я очень признателен вам. Очень большое спасибо. Благодарю вас за то, что согласились на это интервью. Спасибо большое вам за то, что пригласили на это интервью. Спасибо большое всем слушателям и зрителям, если вы досмотрели это видео до конца. Внизу, Фаид Мурат, наверное, разместит ссылки на мои аккаунты в социальных сетях. Обязательно. Образовательную платформу. Подписывайтесь, изучайте, развивайтесь, растите. И удачи вам и успехов. Спасибо. Спасибо. Рахмань, большое вам спасибо. Спасибо.